МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 августа 2023 года с российского космодрома Восточный стартовала автоматическая межпланетная станция Луна-25. Вся кремлевская пропаганда захлебывалась в патриотическом угаре. Еще бы. Последний раз на Луну летали еще при СССР почти полвека назад. Эта миссия должна была стать персональной победой Путина, а стала его очередным поражением. Что пошло не так? Как разбился аппарат? И почему Россия не сможет повторить космические успехи СССР? Вот вам исторические факты о том полете. Космическое фиаско России. Почему аппарат Луна-25 разбился об Луну? На его место успешно сел индийский. И что на самом деле скрывает Москва? Россия сдает позиции. Как раздутые амбиции Путина превратили его страну в аутсайдера в космической гонке и опозорили РФ на весь мир? Девиз Роскосмоса – не полетим, так поплаваем. И какую тайную миссию должен был выполнить на Луне российский зонд? Уникальное откровение человека, который участвовал в запуске аппаратов для советской лунной программы. Поняли, что это большая политика. Индия впервые в истории страны посадила на Луну свой аппарат Чандрайан-3. Более того, это еще и первая посадка на южный полюс спутника Земли, где были обнаружены признаки наличия льда. Но эта победа становится хорошей оплеухой для России. Ведь Индия, по сути, посадила свой лунный аппарат на то же место, куда хотели сесть россияне, и которые на перегонки отправили туда собственный зонд Луна-25. Но не судьба. Космическая станция, которая сейчас уже на куски была разбита и лежит на поверхности Луны. И вот уже весь мир наблюдает за величайшим фиаско России в космосе. РФ проиграла. РФ проиграла битву за Луну Индии, потому что Индия совершила удачную посадку на месяц благодаря своему новому космическому аппарату, который уже с луноходом, то есть более развитой платформой. И тем самым сейчас Индия является третьей существующей в мире страной, которая совершила мягкую посадку на Луну. Место РФ в сфере космоса за Индией. На самом деле, чаще всего космические аппараты разбиваются непосредственно при посадке на Луну. Это самый опасный этап. Но российский аппарат едва ли не впервые умудрился упасть с орбиты спутника Земли. РФ не может вернуться даже на Луну. Что же случилось с зондом, на который Кремль делал ставку? И какую секретную миссию на самом деле он должен был выполнить на Луне? Смотрите дальше. В мире развернулась настоящая космическая лихорадка. Крупнейшие страны мира начали гонку за доминирование на Луне. Которая заключается в попытке создать лунную базу. И именно Луна является опять же точкой, прохождение которой крайне важно уже для марсианской миссии. Лидерами ныне являются США и Китай. Вызов бросила также Индия. Правда, такой расклад сил в космосе – удар по репутации России, которая окрестила себя преемницей СССР в космической программе. Вместе с достижениями уже не существующей страны. Это Луна-9. Первый советский аппарат, который успешно сел на Луну еще в далеком 66-м году. На самом деле российская Луна-25 ушла от него не слишком далеко. Затем была программа с луноходом. И все эти космические достижения с СССР Россия решила присвоить себе. Вот только с советской школой она не имеет уже ничего общего. Россия почему-то решила, что она сможет повторить успехи советские относительно лунных программ автоматических станций. Но прошло 47 лет. Специалистов, которые это делали, уже нет. Опыт они не успели передать. Теперь, похоже, ее место среди аутсайдеров. Ни одна из межпланетных космических программ РФ не имела успеха. За годы после распада Советского Союза Россия смогла запустить только три космических станции в направлении небесных тел. Это Марс-96, который утонул в Тихом океане. И более новейшая разработка. Это Фобос-Грунт в 2011 году, которая повторила участь своего предшественника и также утонула в Тихом океане. Третьим провалом России, собственно, и стал зонд «Луна-25», запуск которого кремлевская пропаганда превратила в главное шоу страны. Но из российских телевизоров ни слова о том, что аппарат до полета строят уже четверть века. В 1997 году она была запущена. Стопорилась, тормозилась, не развивалась. Технологии РФ не могли реализовать такую задачу, как возвращение на Луну. Но когда это останавливало Россию? Аппарат должен был прилуниться. Однако что-то пошло не так. «Луна-25» разбивается, сделав одно единственное фото перед катастрофой. Но оно скорее напоминает снимок с мобильного телефона, выпущенного лет 15 назад. Сравните с современным снимком Марса. Были технические снимки, и они вызывали хейт со стороны даже самих россиян. Ну потому что там пиксели вместо четких и современных фотографий. В Роскосмосе даже не сразу нашли, куда упал их аппарат. Но вскоре озвучивают причину крушения Луны-25. Как нам уже заявил руководитель Роскосмоса, что это была проблема из-за того, что двигатель работал в два раза дольше, чем нужно было для того, чтобы затормозить станцию. Но неисправность двигателя – это лишь верхушка айсберга. Проект утонул в коррупции. Его ценник вырос до астрономических масштабов. Это почти 200 миллиардов долларов только на эту миссию было выброшено. Программа была обречена еще и по причине войны, которую Россия развязала против Украины. С 2014 года космическая микроэлектроника была уже недоступна Российской Федерации. Они контрабандным путем что-то там доставали, но опять же не первоклассную, а какую-нибудь ширпотребовскую. Добавьте сюда тот факт, что Россия в своих технологиях застряла где-то в 70-х годах 20-го века. Как раз в те времена была запущена программа «Луна-24», предшественница 25-ки, которая, правда, опоздала на 50 лет. Вот только современная российская миссия на спутник Земли к науке не имела никакого отношения. Все борются на Луне сейчас только за то, чтобы стать первым, а кто первый, того и место. Аппарат «Луна-25» должен был застолбить лучшее из них. Это и была его задача. Плюс поддержка иллюзии о статусе России как космического государства. Всегда, как-то сказать, космос очень сильно связан с политикой. Кто раньше, быстрее, спрятнее. Правда, сомнительные амбиции Путина даже в космосе не сработали. И теперь Россия в гонке за Луну будет плестись в хвосте. Ведь чтобы называться супердержавой, теперь недостаточно иметь ядерное оружие или огромные территории. Технологии и освоение других планет обеспечат в стране лидерство на мировой арене. Оружие, которое изменило ход сражений в Черном море. Именно такую роль сыграла уникальная разработка Украины морской надводный беспилотник-камикадзе «Магура». Как создавали это грозное оружие? Почему россиянам не удается найти противоядие? «Магура» уже стал историей, и вот вам факты о ней. Эволюция надводного дрона «Магура». ПВО, ракеты или торпеды. Чем еще могут поразить разработчики украинской «Вундерваффе»? В ближайшее время мы усажим новости и новые модификации. Откровение командира группы неуловимых беспилотников. Адреналин просто накрывает руки мокрые. Расширение возможностей для деоккупации Крыма. Как средство доставки специальных групп даже под водой. Не пропустите! 30 мая текущего года спецназовцы ГУР из групп 13 наносят удары по остаткам Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. Один за другим идут к дну скоростные транспортные десантные катера «Тунец», принадлежащие пограничному управлению ФСБ. Морские дроны стали ночным кошмаром оккупантов в Крыму, хотя еще в начале полномасштабного вторжения, учитывая полное доминирование России в Черном море, о таком раскладе и думать было нельзя. Черноморский флот РФ при поддержке авиации и других компонентов давил и пытался создавать дополнительные угрозы для Украины и наших сил безопасности и обороны. В частности, угрозы десантных операций. Нашим спасением стала изобретательность. Из-за отсутствия собственного флота больших кораблей пришлось искать более дешевые средства поражения врага. Ракеты «Нептун», которыми поразили крейсер «Москва» — это хорошо, но ими не дотянуться хотя бы до Севастополя. Но выход был найден. Морские дроны, прежде всего «Магура В-5», стали таким асимметричным ответом, который враг до сих пор не может догнать. Эффективность этого оружия уже доказана. Сейчас значительная часть Черноморского флота России базируется в Новороссийске. Но успешная работа «ГУР» заставляет россиян думать об отводе кораблей в Абхазию. Само появление морского дрона «Магура» впервые дало реализовать концепцию москитного флота в чистом виде, как она задумывалась. Первой пораженной целью «Магуры» стал разведывательный корабль «Иван Хурс». И это было первое боевое столкновение командира спецподразделения надводных дронов с российским флотом. Адреналин просто накрывает. Адреналин просто накрывает. Руки мокрые, при том, что дроном надо управлять достаточно ювелирно. Я бы сказал, нежно. Движения не должны быть резкими и неконтролируемыми. От операции к операции морской дрон постоянно совершенствовался нашими инженерами. Средства радиоэлектронной борьбы, программное обеспечение, конечно, все, что касается управления, дальности хода и возможности автономного режима работы. Это постоянные инструменты, которые совершенствуются. Мы подробно не можем и не нужно об этом говорить, потому что враг очень интересуется этими вещами. Результаты апгрейдов не заставили себя долго ждать. Звездным часом для «Магуры» стал ноябрь 2023 года. Тогда эти морские дроны поразили два скоростных десантных катера «Серна» и «Акула». Через несколько месяцев «Магур» отправил на дно ракетный катер «Ивановец» и большой десантный корабль «Цезарь Кунников». А 5 марта текущего года бойцы спецподразделения групп 13 у Керченского пролива потопили скоростной и маневренный корвет Сергей Котов. Дрон, дрон, дрон. Вон второй дрон. Тогда один из дронов попал в пробоину, которая образовалась в результате взрыва предыдущего. И его боезаряд, вероятно, взорвался уже внутри судна. Из-за значительных повреждений корабль затонул в 5 километрах от берега мыса Токим. Самая сложная операция – это Котов. Самая сложная операция – это Котов. Потому что это три операции, три попытки его уничтожить. И только на третий раз мы это смогли. Он чрезвычайно быстрый, чрезвычайно маневренный. Вы видели видео, как он убегал между гражданских судов. Это очень сложная цель. Это я считаю нашим кубком на данный момент. Всего с начала применения дрона «Магуры» поразили и повредили более 10 российских кораблей. Сейчас «Магура» довольно мощный дрон. Он может уничтожить корабль среднего класса водоизмещением до 5000 тонн. Особенно, если это будет комбинированный удар нескольких дронов. Возможно, с воздушным. Его радиус сейчас серьезно увеличился, я думаю, где-то до 800 километров. Но разработчики «Магуры» поражают не только боевой частью на большой дальности и скорости. Это видео снято оккупантами в мае текущего года с вертолета К-29, который пытается расстрелять морской дрон. На стоп-кадре видно, что на борту установлена противовоздушная ракета Р-73. Место для такой же рядом пустое. Там две ракеты на борту было. Вы видели одну. Одну вы выпустили? Да. Это как раз импровизированная попытка установить что-то типа ЗРК под ракету Р-73 «Воздух-воздух». Это была первая система вооружения, поставленная на этот морской дрон. Это дешевое средство, которое должно, скажем так, подороже продать свою гибель в бою, уничтожив врага. И на этом разработчики морского дрона останавливаться не собираются. В ближайшее время мы услышим новости и новые модификации, которые порадуют украинцев и удивят врага. Какие сюрпризы могут ждать захватчиков? Возможности Магуры достаточно широки, говорит капитан первого ранга Андрей Рыженко. В перспективе можно немного его, скажем так, развить и сделать его как средство доставки специальных групп даже под водой, чтобы, например, пересекать реку или какой-то залив. Вместе с тем можно доработать и вооружение катера «Камикадзе». В перспективном направлении может быть установка норвежских противокорабельных ракет для охоты на надводные цели или шведских для поражения подводных. На него можно поставить противокорабельную ракету нового поколения, как НСМ. Она весит 410 килограмм. И можно поставить туда торпеду нового поколения. Несколько таких малогабаритных ракет нам передали шведы. Их длина меньше 4 метров. Вес также около 400 килограммов. Для противолодочной борьбы. Все это – потенциальные возможности Магуры. Однако инженеры предпочитают держать детали своих разработок в секрете. Пусть это станет сюрпризом для врага, но приятным для нас. Одним из первых захваченных объектов в начале полномасштабного вторжения россиян стал Чернобыль. Законсервированная атомно-электрическая станция, где в 1986 году произошел взрыв на одном из реакторов. Последствия этой аварии мы ощущаем до сих пор. А после захвата АЭС их на своей шкуре ощутили и оккупанты. Как Чернобыль наказал захватчиков? Вот вам исторические факты. Тайны оккупации ЧАЭС. Как заходить они знали. Что россияне похитили из секретной лаборатории Чернобыльского экоцентра? Вот это была самая жесть, когда мы впервые приехали после деоккупации. На пороге какой катастрофы оказалась обесточенная на шесть дней станция? Мы просто видели, что они их вывозили, что они были реально больны. Признаки лучевой болезни. Словно сталкеры мы прошлись по закоулкам ЧАЭС и зоной отчуждения, чтобы раскрыть все детали пребывания оккупантов. Невероятный эксклюзив. Не пропустите. Небольшой тамбур в здании Чернобыльского экоцентра. Заходим. Предприятие, осуществляющее радиационный контроль в зоне отчуждения, где два года назад россияне устроили казарм. Все, что нажито непосильным трудом. Может, оно и не унесено, а просто все раскидано. Мы надеваем желтые халаты и идем в полутемные коридоры. По бокам закрытые двери, за некоторые из которых лучше не заходить без радиационной защиты. Вот это была самая жесть, когда мы впервые приехали после деоккупации. Тут помещение, где хранятся радиоактивные пробы, отходы. И когда мы впервые сюда заехали, здесь была такая набитая тряпочка, и на ней было написано по-русски «Не входить – радиация». Они, значит, что-то померяли. Это видео заместитель начальника измерительного центра Александр Барсуков снимал, как только прибыл в экоцентр после деоккупации. Собственное же место работы он обходил словно сталкер по неизвестному объекту. Осторожно, с фонариком. Заходим, аккуратно смотрим под ноги. Вот здесь мы готовили ядерное оружие. Конечно, это сарказм. Однако оккупанты, кроме того, что жили в здании экоцентра, еще и реально искали здесь мифические, сверхсекретные биолаборатории НАТО, воспетые в российской пропаганде. На Чернобыльской АЭС хранится достаточное количество отработанного ядерного топлива, чтобы создать не одну грязную бомбу. Поэтому оккупанты переворачивали вверх дном абсолютно все, что касалось пола. Вот в таком виде все. Так, системники. Все выверено. Компьютер взломан. На столе без лот. Монитор пробит. Но наибольший шок ожидал сотрудников, когда они добрались до лаборатории, где осуществляется радиационно-экологический контроль зоны отчуждения. Что же оккупанты похитили из этой лаборатории? И как это может оказать влияние на безопасность всей зоны? 24 февраля. Тишину в небе на ЧАЭС, так же, как и по всей стране, разорвал грохот российских истребителей. Начался шум, гул, небо стало все в полосочку. Мы не понимали, что происходит. Где-то вдалеке слышны глухие звуки взрывов. А дорожные камеры на блокпостах зоны фиксируют длиннющие колонны военной техники. В свои мониторы я увидела в 15.45 то, что на объект влезают черные человечки. Россияне сломали защитное оборудование и проникли на территорию станции. Вскоре там оказывается и военная техника. Колонна танков пришла на ЧАЭС со стороны Беларуси. Она расположилась прямо вот здесь, возле одного из корпусов на территории станции и направила дуло прямо на здание. Так и началась оккупация, которая продлится почти 36 дней. Персоналу ЖЧАЭС, составляющему около сотни человек, приказали оставаться на местах. Смена должна была быть 12 часов, но, к сожалению, вышло 600 часов. Мы спали на рабочих местах, мы все делали на рабочих местах. Разрешалось выйти на улицу три раза в сутки. Можно так сказать. Это полчаса столовая, полчаса душ и полчаса на медпункт. Все. С каждым днем россиян на станции становилось все больше. Они использовали ее в качестве ядерного щита. Визит россиян в Чернобыль изначально планировался как короткая остановка на пути к оккупации Киева. Позже это стало точкой дислокации и переброски войск. А 30-километровую зону они использовали для подготовки новых атак украинской обороны. Между собой пребывание на ЧАЭС оккупанты называли санаторием, вспоминают сотрудники станции. Все это произошло после бомбежки Киева. Когда они туда, как они говорят, на задание съездили, постреляли. Приехали к нам, отдохнули, помылись, поели, поспали, пожарили шашлычки и снова на Киев. И так по кругу. Много этого беспорядка происходило в санитарно-пропускном корпусе Чернобыльской АЭС. Здесь не только замеряли уровень радиации, отработавших смену, а также проводили научные исследования. Это видео было снято нами два года назад, сразу после деоккупации. Так же, как и в экоцентре, кабинеты превращены в свалку. На стенах же целый ряд так называемых русских культурных ценностей, как в наркопритоне. Писали это оккупанты, очевидно, начитавшись пропагандистских газет, которые им поставляли вместе с сухпайками. Красная звезда. Вот среди груды хлама лежит комсомольская правда с иллюстративными заголовками. Но одна из самых интересных находок – это оставшиеся щиты ОМОНа. Целый Урал, крытый тентом, был загружен щитами, пластиковыми, как у ОМОНа, как у Беркута были. Я говорю, зачем? Вроде же полные боевые действия ведут. Валерий, мы ехали на три дня. На третий день мы должны были ехать в Киев со станции. В целом же, то количество дурости, которое делали оккупанты на атомном объекте, просто зашкаливало. Курган определенной формы. У них были такие мысли, один курган вскрыть экскаватором, чтобы посмотреть, что там внутри. Я им говорю, вы вообще в своем уме. Но апогеем тупости российской армии, безусловно, было окопаться в токсичном рыжем лесу. Мы просто видели, что они их вывозили, что они действительно больны, что признаки действительно лучевой болезни. Рвота, пузыри. Уже в начале апреля 2022 года была зафиксирована первая смерть российского солдата от лучевой болезни. Об этом случае писали многие СМИ, ссылаясь на военно-медицинскую службу России. Всего же после выхода россиян из Чернобыльской зоны сообщалось о госпитализации нескольких десятков человек. Однако реальные цифры, вероятно, в разы больше. Оно же активно, оно там до сих пор фонит, работает. И они рыли там окопы. По вашей оценке, живы ли эти люди сейчас? То, что у нас есть контрольные уровни, они были превышены в тысячи раз. Это смертельная доза облучения. Думаю, что их уже нет, этих солдатиков. Их уже нет. Рыжий лес – это далеко не единственный участок зоны отчуждения, где окопались россияне. Последствия их пребывания встречаются по всей зоне. Проходя немного дальше, в посадку мы находим огромные ямы, в которых оккупанты маскировали военную технику и места, где жили сами. Очевидно, что загрязненной радиацией российская военная техника затем везла на себе радиоактивную пыль в сторону Киева, расширяя невидимые границы зоны. Однако это была далеко не самая большая угроза, вызванная оккупантами. 9 марта ЧАЭС была обесточена из-за обстрелов в энергосети Киевской области. Угроза состояла в том, что здесь до сих пор хранится отработанное ядерное топливо, которое перестало охлаждаться. Если бы ситуация вышла из-под контроля, катастрофа, возможно, была бы не меньше, чем в 1986 году. По иронии судьбы, трагедия 1986 года произошла во время неудачного теста безопасности, согласно которому реактор должен был экстренно отключиться в случае полного обесточивания станции. По нормам безопасности, чтобы такого сценария вообще не произошло, станция оборудована дизельными генераторами. Мы выходим из столовой к промплощадке. Там заработали дизель-генераторы. Окупанты, перепугавшись от этого здания, отбежали с вопросом, что это такое было. Ну, говорю, хана вам. Там большие дизели, они дыма сразу напускали, и те испугались. Без электричества также стало невозможно контролировать ситуацию внутри разрушенного четвертого энергоблока, где до сих пор есть риск цепной реакции. Вы знаете, было страшно. И было непонятно, что будет дальше. Мы знали, что у нас хватит топлива на двое суток поддерживать станцию. А дальше? Ну, поймите, тот же чайник закипает. Что может быть? Крышку сорвет. Куда улетит? Чтобы держать ситуацию под контролем, ЧАЭС требовалось около 30 тонн дизеля в сутки. Поджимали топливо. Около 200 тонн мы оттянули с колонн от фронта дизельного топлива для обеспечения работы наших дизель-генераторов, на обеспечении электроэнергии и собственных нужд, то есть самых важных объектов на станции. В итоге электричества на ЧАЭС не было в неполных шесть дней. И даже в таких условиях украинские специалисты смогли удержать контроль над ядерным объектом, фактически спася мир от катастрофы. Сбежали оккупанты из зоны так же неожиданно, как и пришли. Буквально за несколько часов. И увиденное сотрудников станции просто шокировало. Стоит БТР. Торчит на нем 20-летний обогреватель, переноски, старые велосипеды, коробки. А они сверху сидят довольные, потому что они же побывали на Чернобыльской АЭС. В целом в Чернобыле нет ни одного здания, которое не ограбили. Самое ценное находилось в лаборатории Чернобыльского экоцентра. Это почва, контролируемая по зоне отчуждения, которую мы контролируем, чтобы знать, какая загрязненность. Современное научное оборудование европейских стандартов. И уцелело далеко не все. Информация из лаборатории, хранившаяся на жестких дисках, была похищена вместе с ними. К счастью, многие из этих данных дублировались в журналах, которые сотрудники нашли в мусорниках. Такие у нас лабораторные журналы. Это такие у нас лабораторные журналы, можно сказать, бумажный носитель. Хорошо, что мы их ввели, и они сохранились, так как жесткие диски, все было украдено. Кто бы мог подумать, что в 21 веке бумага спасет ценную информацию. Окупанты похитили и очень ценную мобильную лабораторию. Некоторое же оборудование оставили, потому что банально не поняли его ценность. Вроде как не тронут. Может, эти идиоты не разобрались, что это такое. На самой ЧАЭС оборудование, отвечающее за безопасность и системы жизнеобеспечения ЧАЭС, к счастью, осталось невредимым. Однако материальный ущерб, причиненный зоне отчуждения, оценивают в сотни миллионов долларов. В 2022 году Чернобыльская зона могла стать эпицентром самого страшного из всех возможных последствий российской оккупации, если бы военные действия начались на загрязненных территориях. Однако ядерный терроризм России продолжается и поныне на крупнейшей в Европе атомной электростанции «ЗАЭС». Знаете, мне кажется, у них еще хуже, тяжелее намного. «ЗАЭС» действующая. Там люди, они должны работать. Поэтому, мне кажется, там гораздо хуже и тяжелее. Этот опыт показал, что исторические уроки Россию ничему не учат. Чтобы добиться захватнических целей, страна-агрессор не остановится даже перед радиацией. Ведь понимание мирного атома у оккупантов, очевидно, так же искривлено, как и само понятие мира. Артем Куля. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова